Привет, друзья! Футбол это очень странная штука. И вот почему. Оказывается, на чемпионат мира приедут болельщики из страны, чья страна не пробилась на этот чемпионат. И эта страна, конечно же, это Китай. Ожидается около 100 тысяч китайцев. Вот, к примеру, из Мексики по предварительным данным приедут от 40 до 60 тысяч. А вообще называют цифру, что Россию посетят от 400 до 600 тысяч иностранцев. Так почему же приедут эти жизнерадостные китайцы в таком большом количестве? Ну тут несколько причин. Оказывается, что проезд в Россию для них не такой уж дорогой. Да и вообще соседи. Вот, к примеру, в Бразилию или ЮАР на чемпионат мира им, конечно, лететь далеко. Ну я вас разодорил, а теперь посерьезнее. Знаете ли вы, кто такой Кристиан Карамбё? Он был знаменит не только своей внешностью. На поле его ни с кем не перепутаешь. Также он был довольно известной личностью. Но мало кто знает, что он в 1998 году играл в финале Лиги чемпионов за Реал. И в том же году за сборную Франции. И в обоих финалах выиграл. Франция тогда принимала свое домашнее первенство. Дембеле Карамбё из того, в общем, звездного состава. Зиданов, Бланов, Дешамов и так далее. В общем, вы поняли, к чему я веду. Он в одном году выиграл сразу два престижных финала Лиги чемпионов и Чемпионата мира. Но был и еще один игрок. Угадайте, кто это? Это Роберто Карлос. Но он выиграл эти два финала в 2002 году. За Реал и за сборную, думаю, вы знаете, за какую. Бразилии. В общем, таких футболистов, как Карлос и Карамбё, восемь за всю историю футбола. Ну, это самые свежие примеры. Остальных вы можете просто не помнить и не знать. А кто же может сыграть и выиграть два финала в 2018 году? Давайте пофантазируем. Марсела и Казимира. Могут? Могут. Они играют за сильную сборную Бразилии. Также может выиграть и Роналду со своей сборной Португалии. Варан Франция. Почему бы и нет? Также выиграть два финала в 2018 году может и Тони Кросса своей сборной Германии. Еще вспомним про Мудрича из Хорватии и целый ряд испанских футболистов. Таких как Карвахаль, Иско, Начо, Асенсио, Васкис, Рамос. Давайте же посмотрим, какие же шансы у этих сборных, чтобы выиграть этот чемпионат мира. Оказывается, наибольшие шансы выиграть Мундиаль у сборной Бразилии. У нее коэффициент 5. Почти такие же шансы у Кросса и Германии 5,5. Тоже хорошие шансы у испанской и французских сборных 7,7,5 соответственно. На пятое место ставят Аргентину. И я немного удивился, увидев на шестом месте Бельгию. Далее Англия. У Роналду и Португалии шансы самые минимальные из всей восьмерки. Также есть шансы и у хорватов. На хозяйку чемпионата Россию ставят коэффициент 51. Самые минимальные шансы выиграть чемпионат у Панамы. Нужно ли делать подобные новостные выпуски про чемпионат мира? Напишите, будут ли вам они интересны. Пройдите также тест, посвященный чемпионату мира. Услышимся в следующий раз.